МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, друзья! Недавно психологи определили необходимые условия для хорошего настроения. Их всего три. Посмотреть утреннюю почту, послушать утреннюю почту и написать письмо в утреннюю почту. Раз вы меня видите и слышите, значит, два условия уже выполнены. Осталось третье. Для начала прочтем письмо Ирины Камышиной из Анапы. Здравствуйте, дорогой Николай. На юбилей свадьбы внуки подарили нам с мужем по смартфону. Нам обоим очень понравилась мелодия звонка. Внуки сказали, что это песня Люси Чеботиной «Солнце Монако». Песня, конечно, хорошая, но мы предпочитаем родное солнце Анапы. Хотелось бы в вашей программе услышать и другие песни Люси. Тогда у нас будет двойной праздник – юбилей бракосочетания и встреча с талантливой молодой певицей. Дорогая Ирочка, сердечно поздравляем вас с мужем с двойным праздником. В честь юбилея свадьбы для вас поет очаровательная Люся Чеботина. Ты хочешь поговорить, так зови понятых, Но мы останемся так же недопоняты. Я до последнего верила, что сделать так Может угодно кто, но не ты. Доверие моего закрыла ты кредит, Как только я с твоих слов представила во сне. В память о дружбе, холодном месте я не подам, А подогрею бон аппетит. Ты видела тогда в моих глазах печаль, Ты делала в ней, и тебе не было жаль. Его люблю ты знала как, А я осознала вдруг, Кто мой самый страшный враг. Ты видела тогда в моих глазах печаль, Ты делала в ней, и тебе не было жаль. Его люблю ты знала как, А я осознала вдруг, Кто мой самый страшный враг. Лучшая подруга. От боли кричала ночами в подушку, За нервы и слезы, спасибо подружка. Я на него злилась, взрывалась с цепи, Себе говорила, ты только держись, Селяла в меня, а за дело двоих, Запомнится мне на всю жизнь твой ретрит, И как должна тебя я простить. Ты видела тогда в моих глазах печаль, Ты делала больней. Ты знала как, Осознала вдруг, Кто мой самый страшный враг. Ты видела тогда в моих глазах печаль, Ты делала больней, и тебе не было жаль. Его люблю ты знала как, А я осознала вдруг, Кто мой самый страшный враг. Ты видела тогда в моих глазах печаль, Ты делала больней, и тебе не было жаль. Ты видела так, А я осознала вдруг, Кто мой самый страшный враг. Лучшая подруга. Если все льды на планете превратятся в воду, уровень океана поднимется на 60 метров. Ну а если все электронные письма утренней почты превратятся в бумажные, планету засыплет до вершины Эвереста. Ну, или почти до вершины. Вот что написала нам Инна Самохина из Краснодара. Николай, здравствуйте. Мне очень хочется похудеть. Не вам одной, Инночка. Я пытаюсь соблюдать диету, но все время нечаянно перекусываю во время работы. Ну, как можно перекусывать нечаянно? Я работаю поваром. А, ну тогда все ясно. Поваров без перекуса не бывает. Но я твердо решила похудеть. Пожалуйста, покажите в вашей программе какую-нибудь стройную певицу, чтобы меня сильно замотивировать. Заранее спасибо. Что ж, давайте попробуем. Певица, которая сейчас появится на экране, женщин, как правило, мотивирует похудеть, а мужчин поглядеть. В утренней почте стройная Анни Лорак. Мотивация начинается. Почему так тихо слышен стон души? Где найти мне выход? Надо все пройти. Оглянусь, но только, чтобы запомнить миг. Мне так больно, больно. Я должна уйти. На половину мой я обернулась птицей. На половину мой я пришла проститься. На половину мой стань счастливей, слышишь? Но не любовь за мной, если третий лишний. Где моя история длиною в жизнь? Я отдам тебя, не перестав любить. Не предай ее, не вспоминай меня. Я за ним крылом, дальше без тебя. На половину мой я обернулась птицей. На половину мой я пришла проститься. На половину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний. На половину мой. На половину мой я вернулась птицей. На половину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний. На половину мой я обернулась птицей. На половину мой я пришла проститься. На половину мой стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний. Субтитры создавал DimaTorzok Кеша, что это за иностранщина? Ты же отечественный попугай, хоть и южноамериканской породы. Рли? Бамбук пилили. Взяли моду на этот иностранный новояз. Все это можно прекрасно сказать по-русски. Рили значит на самом деле. Хеллоу, привет. Бэби, малыш. А то читаю в объявлении. Открыта вакансия, менеджер по клинингу. Пишите нормально. Требуется уборщица. Письмо, письмо. О, наконец-то по-человечески заговорил. А вот и письмо. Рита Гуськова из Можайска пишет. Доброе утро, Николай и Кеша. Сейчас расскажу вам историю о том, как я вышла замуж благодаря многообразию русского языка. Как? Как? Самому интересно. Я работаю в гостинице администратором. Позвонила в номер, спросила, можно ли убраться. Постоялец сказал, что никуда убираться не собирается, потому что только заехал. А потом еще спустился ко мне скандалить. В общем, свадьбу мы с ним сыграли через год в ресторане нашей же гостиницы. Спасибо нашему богатому русскому языку, ведь он подарил мне семейное счастье. Кстати, подарил аж год назад, а я по-прежнему нахожусь в прекрасном настроении. Чего и вам желаю. Вау! Риточка, Кеша хотел сказать, что мы за вас искренне рады и с удовольствием поддержим ваше прекрасное настроение монологом Владимира Винокура о великом и могучем русском языке. Стандап! Стандап! Нет, Кеша, монолог. Говори по-русски. В русском языке словосочетание «Гляди какой» означает как осуждение, «Гляди какой», так и высшую степень восхищения, «Гляди какой». К нашему гостю относится только второе, ведь это «Гляди какой» восхитительный Николай Басков. Здравствуйте, мои горячо любимые зрители. Как же я вас обожаю. Николай, я тебя не узнаю. Где твой роскошный смокинг? Где твой ослепительный образ суперзвезды? Разве ты не знаешь? Сегодня международный день скромности, поэтому я выгляжу максимально скромно. Николай, ты не прав. Артист должен выглядеть ярко, чтобы радовать глаз зрителей. Да? Ну только ради глаз моих любимых зрителей. Посчитай до трех. Раз, два, три. Так нормально? Я чуть не ослеп от сияния. Может быть, пока твое зрение восстанавливается, я почитаю письма моих лучших в мире зрителей? Да я сам хотел это предложить, ваше сиятельство. Великолепно. Дорогой Николай, пишет вам Ольга Вострякова из Мурманска. Моя просьба, возможно, покажется странной. Я работаю метеорологом и коллекционирую песни про атмосферные явления. Нет ли вашей фонотеки интересной песни на эту тему? Благодарю. Ольга, мы выполняем любые просьбы. Специально для вас в утренней почте прозвучит песня про атмосферные явления. Ну и, конечно, про любовь. Хотя ее тоже можно отнести к атмосферным явлениям. Отчего небо плачет? На этот вопрос отвечают Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Остались безмятежные дни Где-то далеко-далеко И солнце, что горело внутри Погасло и остыло давно Я помню каждый твой поцелуй На вкус дыхание каждого дня Под перебор серебряных струй Почему небо плачет? Мы идем под дождем Сердце любовь сжигает Почему не твое? Почему небо плачет? Почему не вдвое? А может быть увидим вдали Мы сквозь туман и свет маяка Он отражает блики любви Наверное, это просто вода Я помню каждый твой поцелуй На вкус дыхание каждого дня Под перебор серебряных струй Посоздает мне снова тебя Почему небо плачет? Мы идем под дождем Сердце любовь сжигает Почему не вдвое? Почему небо плачет? Почему не вдвое? Мы идем под дождем Почему небо плачет? Мы идем под дождем Сердце любовь сжигает Почему небо плачет? 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 Мы идем под дождем Сердце любовь сжигает Почему не твое? Почему небо плачет? Почему не вдвое? Мы идем под дождем, почему небо плачет? Мы идем под дождем, сердце любовь сжигает. Почему не твое? Почему небо плачет? Почему не вдвое? Почему небо плачет? Почему не вдвое? Как говорится, счастья много не бывает, так же, как и писем наших зрителей. Одно из них от Натальи Зайцевой и Солнечногорска. Доброе утро, Николай. Мой муж настоящий Дед Мороз. В смысле, не молодой мужчина с седой бородой? Он исполняет все мои желания. А, в этом смысле? Ну тогда у вас бесценный муж. Правда, я стараюсь этим не злоупотреблять. А вы бесценная жена. Летом хотела полететь куда-нибудь на отдых, но не хочу беспокоить мужа. Он у меня такой занятой. Можно мне хотя бы услышать песню о путешествии? Для такой идеальной женщины я тоже с удовольствием побуду Дедом Морозом. И исполню ее мечту о музыкальном путешествии. Наталья, срочно зовите мужа. Сейчас будет песня-намек. Творческие люди знают, вдохновение может застать вас где угодно. Во сне, в транспорте, в душе. А вот Виктора Ануфриева из Кирова вдохновение настигло прямо в кровати. Ах, как чудесно утром выходного Понежиться в наглаженной постели И утреннюю почту видеть снова Включив погромче свой любимый телек Растают все заботы без остатка Я ритмы песен отстучу ладошкой Сейчас я встану, сделаю зарядку Нет, лучше посмотрю еще немножко Вот такое вдохновение выходного дня посетила Виктора Ануфриева Спасибо ему за это А всем нашим зрителям я желаю вдохновения без выходных С вами был, есть и будет, главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков Обязательно пишите, у меня будет что почитать А у вас что послушать Люблю, грущу, уже скучаю Не плачь, моя милая Я его не подпущу к тебе Ни на шаг, ни на день, ни на миг больше В кулак все силы и в огонь остатки чувств Скоро отпустит Поверь, со мной так было тоже Только ты еще не знаешь о том Как будешь громко смеяться потом И вроде те же песни в твоем плейлисте Но уже не о нем Ты будешь на берегу океана Смотреть, как все, если близко С кем-то очень искренним А пока кровоточат раны Давай еще по виске Вон твое небо, вон твое море Ты ему где ты, он опять игнорит Он звонит ночью Из чужой ванной Ты ответишь точно Все идет по плану Ну ты кричи, шампунь Что ты ищет динамит Ты его хоббит Он опять динамит Снова жужжь нервы Если так, что же? Лучше быть полностью рычем Дай себя уничтожить Держи меня в зале Пока ночь не закончится Я предательски жду Когда он мне напишет Я больше так не могу Когда это кончится И если с тобой было так Расскажи как-то выше Та другая будет счастлива Может Но кому я врус Не будет все то же Пусть пока кайфует И целует губ Больно будет позже Ты прошу, мой друг, все это сам Почему изнутри светну от ледьми Я уже не верю в чудесам Я опять повторяю себе Он твое небо Он твое море Ты ему где? Он опять игнорит Он звонит ночью Из чужой ванной Ты ответишь точно Все идет по плану Ты кричишь о поле Что трещит в динаме Ты его хоббит Он опять игнорит Снова жжешь нервы Если так, что же? Лучше быть он На стену, чем на себя уничтожить Он твое небо Он твое море Ты ему где? Он опять игнорит Он звонит ночью Из чужой ванной Ты ответишь точно Все идет по плану И кричишь о поле Что трещит в динаме Ты его хоббит Он опять игнорит Снова жж нервы Если так, что же? Лучше быть полный стервы Чем-то всегда уничтожить Снова жжешь нервы Снова жжешь нервы Снова жжешь нервы Снова жжешь нервы